Привет, друзья! Сегодня третий и заключительный ролик про видеокурс прославленного сценариста Аарона Соркина. Два других в подсказках. Переписывать гораздо проще, чем писать, потому что вы решаете проблему. Итак, вы закончили сценарий, теперь время его переписать. Но обязательно дойдите до самого конца черного версии сценария, прежде чем приступать к переписыванию. Это позволит сосредоточиться на одной проблеме, исправить ошибки в сценарии, а не на множестве, которые ждут вас в самом начале пути, например, на поисках идей. Соркин сравнивает переписывание или рерайтинг с работой скульптора. Ваш первый черновик это есть голыба мрамора. Чтобы получилась статуя Давида, отсекайте все, что не относится к главному конфликту. Конечно, вам будет сложно убивать своих любимых, но может быть вам станет чуточку легче, когда вы узнаете, что даже Аарону Соркину приходится избавляться от своих любимых реплик и вырезать сцены. Оставлять то, что не двигает сюжет напрямую могут лишь избранные, например, братья Коэна. В их фильмах встречаются сцены, которые работают на атмосферу, а не на развитие сюжета. Например, блестящая сцена встречи героини Фрэнсис Макдорманд со своим бывшим одноклассником Фарго. Новичка или ноунейма заставили бы ее вырезать, но Коэна заработали себе право на собственное видение, иногда отличное от студийного. Получая комментарии, будьте осторожны. Вам нужно понять, кому стоит прислушиваться, кому нет. Вы можете позволить людям критиковать и указывать на проблемы, но если это не умный человек, разбирающийся в драматургии и понимающий ваш писательский стиль, то воспринимайте примечания с долей скептицизма. А ежели он умный и хорошо разбирается, то улавливайте момент, когда он переходит грань и пытается вам навязать свое видение. Это прежде всего ваш сценарий. Интересное мнение, конечно же, может помочь найти проблему, которая требует решения. Вообще, вам следует искать хороших рецензентов, людей, которым вы можете доверять, которые знают ваш стиль и разбираются в сценариях. Когда вы их найдете, то никогда не расставайтесь с ними. Просите их дать вам конкретизированные комментарии и работайте, чтобы устранить указанные замечания. Чаще всего Аарон сталкивается с правкой о том, что ему нужно избегать слишком слезливых сцен, когда он заставляет актера играть те эмоции, которые должен чувствовать зритель. Соркин приводит интересный пример из жизни. Во время мастер-класса оперная дива Мария Каллас дала пощечину молодой исполнительнице, когда та во время пения начала заливаться слезами. При этом сделала она это со словами «Не ты, а я должна плакать». Перепечатывайте свои сценарии в ходе переписывания. Сначала со сценарием перед глазами, потом по памяти. Это позволит вам изучить каждое слово вашего сценария. Хороша ли эта шутка, каждая ли реплика диалога необходима и есть ли в диалоге нужный вам ритм. В качестве задания Соркин рекомендует найти сценариста и отдать ему свою работу на рецензию. Воспользуйтесь советом Аарона и напишите конкретизированные замечания с учетом знаний, которые вы получили в предыдущих уроках. Есть ли у персонажей явно определенные намерения и препятствия? Легко ли понимать сюжет? Продвигает ли каждая сцена сюжет вперед? Получив комментарий по поводу своего сценария, критически оцените каждый из них. После того, как выберете, к каким из них прислушиваться, перепечатайте весь сценарий. Как звучит теперь каждая реплика и сцена, когда вы полностью перенабрали сценарий? Соркин довольно много времени уделяет разбору сцен из своего сериала «Западное крыло», который я, к сожалению, не смотрел. Они затрагивают следующие темы. Намерения и препятствия. Чего хотел каждый персонаж «Западного крыла» в конце прошлого сезона и что мешает каждому из них получить желаемое? Использование исследований. Как знание о 25-й поправке Конституции влияет на сюжет? Зрителей. Никогда не забывайте о своем зрителе. Что они должны знать в экспозиции первой серии сезона? Правила сюжета. Существует несколько захватывающих вариантов развития событий, но не забывайте о невозможном, но вероятном, и также о других правилах из поэтики Аристотеля. Написание сцен. Вырабатывайте писательские привычки. Например, как только у вас будет идея хорошей сцены, напишите ее на карточке и прикрепите на доску. Это поможет почувствовать, что вы не стоите на месте. Наконец, узнайте, как работают другие сценаристы. Поищите интервью с ними о том, как они работают со своими коллегами в сценарных комнатах. Питчинг. Вы завершили сценарий. Самое время устроить питчинг или презентацию. К счастью, с развитием YouTube вы больше не ограничены правилами и предпочтениями крупных широковещательных каналов или порядком традиционного показа кинофильмов в кинотеатре. Единственное, что осталось неизменным, вам по-прежнему требуется сделать убедительную и увлекательную презентацию, чтобы продать свой сценарий. Примените знания, полученные во время уроков этого мастер-класса, в обдумывании своего питчинга. Хороший питч всегда знакомит с основами сюжета. Явно ли в нем представлены намерения, препятствия и конфликт? Используете ли вы обороты «но», кроме «а потом»? Достаточно ли ваше намерение и препятствия убедительны, правдоподобны и увлекательны? Понятна ли ваша история? Вот о чем следует помнить. Важные моменты. Сюжет пилотной серии должен быть у вас в голове, как и сюжет второй серии. Вы должны уметь рассказать о нескольких сериях будущего сезона, плюс об основных сюжетных поворотах. Где будет сниматься сериал? И будьте готовы ответить на вопросы о любовной линии. В качестве финального напутствия Аарон призывает не бояться рисковать, ведь только так вы узнаете, в чем вы сильны, в чем ваш конек. От себя добавлю, что, надеюсь, эти три ролика не только вас заинтересовали, но и замотивировали развиваться. Ведь Соркин отнюдь не гений, а трудолюбивый и талантливый парень, которому хватило смелости и усердия в трудный момент не свернуть с намеченного пути. Если получилось у него, то и получится у вас. Но в России. Для начала. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем добра!